Дакар Дакар на самом деле очень интригующий получился, потому что первая часть именно для нашего экипажа была довольно-таки стабильная и как-то просматривался результат, был запас, но вторая часть началась именно очень сложнейшая, где пришлось бороться и с техническими проблемами, и с трассой, и с соперниками. Цену победы знают только сами участники. Во время гонок Камазовцам приходилось как переворачивать машины друг друга, так и буквально вырывать запчасти из одного автомобиля для другого. Так и добывалась всеобщая награда. Немоверная радость, потому что действительно еще несколько дней назад не думали, что ощутимся на подиуме. Главной задачей было поддерживать Эдика, вести первый результат. Но сами, конечно же, надеялись. Две недели были просто непредсказуемы. Никто не верил ни во что. И я думаю, часы, которые разделяли соперник, никто не был уверен в своей победе. Но мы доказали, что в очередной раз и в 30-летие команды мы остаемся сильнейшими. Кому, как не Владимиру Чагину, знать о сложностях ралли, но и опытный руководитель «Синей армады» не смог сдержать слез. Все пилоты, штурманы и техники – для него семья. Переполняет радость. Я такой счастливый. Я не знаю, как в песне у Лепса. Самый лучший день приходил вчера. Он действительно вчера, потому что вчера решилась судьба гонки в категории грузовика. Решилась судьба первого места. Одна секунда. Такого не было вообще в истории. Я не помню. И какое было напряжение. Николаев лучший. Белорус Сергей Вязович второй. Айрат Мардеев третий. Теперь уже никто и не вспомнит, что Федерико Виллагра снялся с гонок только перед последним этапом. Что он выигрывал у Николаева одну секунду за два тура. Главный итог в руках чемпионов. А этот бедуин, он особенный, юбилейный. И он едет в набережные Челны. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Аргентина. Субтитры подогнал «Симон»